Теперь прочитаем, сколько успеем, из одиннадцатой главы. Говорит, «Бабун минаширк ан-назру лигайрилля». Глава о том, что многобожиим является давать обет не Всевышнему Аллаху, Субханава ва Тааля. «Ай ликони иибада яджибуль вафа бих». Говорит шейх Абдурахман имбн Хасан. Почему это является многобожиим? Потому что давание обета кому-либо является поклонением, после чего следует обязательность выполнения этого обета. Поэтому если человек даст такой обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, то это будет чем? Многобожиим поклонением. Это вопрос ясен? То есть почему обет не Аллаху является многобожиим? Потому что обет Аллаху является поклонением. А если ты дашь этот же самый обет не Аллаху, соответственно ты посвящаешь этим самым поклонению не Аллаху. Это является многобожиим. Что значит обет не Аллаху? Кто скажет? Что значит обет не Аллаху? Когда, а? А, могилам понятно, но как это подразумевается? То есть, что имеется ввиду обет не Аллаху? А если не просит ничего у мертвого? И говорит, смотри, человек говорит, если Аллах вылечит моего больного, то я дам этому у Али, допустим, принесу 50 свечек. Это является обет не Аллаху? Или это обет Аллаху? Это обет не Аллаху. Что значит обет могиле? Имеется ввиду обещание, то есть, в виде обета дать что-то этой могиле, посвятить что-то этой могиле. Это называется, что дать обет не Аллаху? Даже если человек связывает свой обет каким-то образом со Всевышним Аллахом, говорит, что если Аллах излечит моего больного и тому подобное, будь то с условиями или без условий. Если просто говорит, я даю обет принести, допустим, что за какое-то количество имущества этой могиле, или отдать такое-то количество имущества этой могиле. Понятно, обет не Аллаху, то есть, дать что-то объекту, кроме Всевышнего Аллаха, или посвятить какое-то дело или поклонение не Всевышнему Аллаху, а это то, что подразумевается под этим. Говорит шейх Мамасизам, здесь в сноске разъясняю вопрос обета. Аль-уафа бин-назар мамдух. Во-первых, здесь еще важный вопрос, или важный момент, на который нужно обратить внимание. То, что слово обет считается как назар, то есть суккуном. Не назар, не назар, а как назар суккуном. Говорит, аль-уафа бин-назар мамдухун. Выполнять обет является похвальным дьянием. Фаякун луафа бин-иминал-ибадад. Поэтому, а раз это является похвальным, то его выполнение является поклонением. Помните, это мы изучали подробно в какой книге? Сырье основа, саласу лусуль. Говорили, что если дело воспаляется Всевышним Аллахом, то оно получает постановление поклонения. Ли анна Аллаха мадаха ман ауфа бих. Это потому, что Всевышний воспалил тех, которые выполняют обеты. Кама каля Та'ала, как сказал Всевышний, иуфуна бин-назарива яхафуна йома кана шаруа мустофира. Они выполняют свои обеты и боятся того дня, зло которого распространяется. Та'ала также сказал После этого пусть они выполнят свои обряды, или довершат до конца свои обряды и выполнят свои обеты. То есть в этом указании, что если человек дал обет, то он должен его выполнить. Говорит И каково постановление относительно назра, то есть обета? Давание обета является нежелательным. Также мы говорили, что есть мнение о том, что обет, давание его является запретным. Из-за того, что пришло относительно этого, контекст его запрете. Где говорится, пророк сусал запретил, пророк сусалам велел от этого отказаться и тому подобное. Из-за того, что есть хадис Ибн Умара о том, что пророк сусал запретил давать обет. Но посредством обета выводятся какие-то деяния или какое-то благо от Купова. Права у мусуль. Этот хадис передает имам мусуль. Что знаешь, выводится из Купова? Жадный. То есть человек говорит Если Аллах излечит моего больного, тогда я продержу так и быть три дня урозы. То есть это о чем говорит? В том, что человек так просто не собирается и не хочет держать урозу Всевышним Аллаху. Но оставився в Всевышнем условии. Если только Аллах вылечит, тогда я продержу три дня урозы. Говорит, видишь, посредством обета выводятся деяния из кого? Из Купова. Из Жадного. Мутафа кунали. Это хадис не просто у мусульма, это хадис у Бухарии мусульма. Ваджа анаби Гурейра ананаби, салаллаху алейу саляма, халь. А также пришло от Абу Гурейры, что пророк, салаллаху алейу саляма, сказал Этот обет не отвергает ничего из предопределения. То есть, если Всевышний Аллах предопределил излечение твоего больного, то он излечится. Без разницы, дал-то обет или не дал. А если он предопределил, что он не излечится, то он не излечится. Дал-то обет или не дал. Нам. Уиннам и сахраджу биимн, аль-бахилия тоже переводили. А вау мусульм, от хадис передатым, а мусульм. Валян нам назра ильзамун аль-инсан на в саубе ибада. А также потому, что обет, в нем есть заставление человеком, самого себя, выполнить какое-то поклонение. И может быть такое, что человек не сможет его выполнить, а затем будет сожалеть об этом. Поэтому ученые считают нежелательным давание обетов. А некоторые даже сказали, что они запрещены. Давание обетов запрещено. То есть, что Мау мусульм, какие причины привел на нежелательность давания обетов? Привел две причины. Во-первых, пришло в хадисах, что пророк, сараллах, запретил давать обет. Это первая причина. И вторая причина, то, что в этом есть заставление человеком, самого себя, тому, к чему Всевышний Аллах его не заставляет. И возможно, что человек не сможет это выполнить, а затем будет об этом сожалеть. И это часто очень встречается. Человек дает обеты, а затем не способен, бывает, их выполнить. Тем более, такие обеты, как, например, я даю обет, что не буду разговаривать с таким человеком. Или не буду общаться с таким человеком. Или не буду делать так-то. И это все, что не является правильным. Так как ты не знаешь, что есть в грядущих днях, возможно, ваше отношение улучшится, возможно, вы помиритесь и тому подобное. И давать обет, такой, ничем не связанный, который указан на то, что до конца жизни ты не будешь с человеком разговаривать, такие обеты являются неправильными. Так и их давать не нужно. Говорит, Но более правильное мнение, которое придерживалось большинство ученых, что обет не является запретным, но является нежелательным. Ваддалил аля анну алейсаби мухаррам, мааджа кисахи муслим. И довод на то, что он не является запретным, это хадис, который пришел у имама муслима. Мин хадис, Амран ибн Хусейн. Со слов Амрана ибн Хусейна, Аннамраатан муслима усират. Что однажды одну женщину-мусульманку взяли в плен. То есть многобожники. Фахарабат минальмушрикин. И она сбежала от многобожников на верблюдице пророка. И дала обет Всевышнему Аллаху. Что если он ее спасет, то она зарежет этого верблюда. И пророк порицал ее за такой обет. Почему? Потому что она дала обет зарезать верблюда не своего. То есть верблюд это чей? Верблюд пророка. То есть ты не владеешь этим верблюдом, чтобы его резать. И пророк не порицал сам по себе обет. То есть не порицал ее за то, что она вообще дала обет. А также из-за хадисы Ибн Аббаса у Абу Дауда. Который приходит в книгу Асайл-Муснад у шейха Мукбиля также. То, что одна женщина выехала в море, то есть на лодке или на корабле, и дала обет, что если Всевышний спасет ее, то есть она вернется нормально, спасет ее от шторма и так далее. То есть она продержала в разу в месяц. И Всевышний спас ее, то есть она не погибла при шторме, но она не продержала в разу и умерла, то есть не выполнила свой обет. После этого сестра этой женщины пришла к пророку, то есть чтобы спросить, что делать, дала обеты, не выполнила. И пророк приказал ей продержать в разу за нее. Вместе с тем, что это назар какой, взамен чего-либо. Если ты меня спасешь, то я продержу в разу. И пророк не порицал ее за это, вместе с тем, что это было время, когда он мог ее обучить и разъяснить этот вопрос, что это делать запрещено. И те, которые говорят о том, что обет давать является запретным, говорят, что что касается этой женщины, то пророк сам не обучил ее, потому что не она давала обет. То есть та, которая давала обет, в основе она уже умерла. Поэтому нельзя порицать человека, который изначально не занимался чем-то дурным. То есть она, наоборот, пришла, чтобы спросить, что делать за ту женщину, которая является ее сестрой. Ахсаму-н-назар говорит, и обет бывает нескольких видов. Ан-назар-назран. Бывает двух видов, мутлак и мукаед. Ничем не связанный и с чем-либо связанный. Ан-назар-аль-мукаед, что касается обета, который связан с чем-либо. Ху-ал-лзи-я ку-ну-бишар. Это такой обет, в котором есть какое-то условие. Камья-хулька, как есть человек, скажет. Ин-шафа-ллау-мариды-та-алия-каза. Если Всевышний излечит моего больного, то я обязуюсь сделать то-то и то-то. Это какой? Назар-назар-мукаед. С чем-то связанный обет. Потому что он связывается каким-то условием. И ан-назар-аль-мутлак. Ничем не связанный обет. Ху-ал-лзи-я ку-ну-бишар. Это такой обет, в котором нет никакого условия. Говорит. Ка-ку-ли-ли-ллай-алей-ан-аф'ала-ан-аф'ала-каза. Я обязуюсь перед Всевышним Аллахом сделать то-то. То есть он не ставит условия перед этим. И еще один вопрос. Как обет может быть поклонением, вместе с тем, что он является нежелательным или запретным? Обет является поклонением той стороны, что в нем есть возвеличивание Всевышнего Аллаха. Так же, как клятва. То есть человек говорит, я даю обет Аллаху. В этом что? Элемент возвеличивания. Поэтому с этой стороны, из-за этого элемента, давание обета является поклонением, несмотря на то, что в основе он является нежелательным или является запретным. Фа-ин-ну-фи-и-та-зиман фа-у-а-и-гада. А раз в нем есть, говорит, возвеличивание, поэтому он является поклонением. Ля-калин-шакка а-ля-на-фси-и-фа-я-краф-фа-ю-кра-га-на-гу. Но если, говорит, человек ставит на себя тяжелые условия в этом обете, то это является нежелательным. Ка-ан-я-куль, как есть человек, говорит. Поэтому неправильно говорить, поклонением является только выполнение обета. Но правильно сказать, давание обета и выполнение его оба являются чем поклонением. Этот вопрос мы подробно рассматривали при рассмотрении книги Саласа Лусуль. Вопрос относительно обетов. И тоже так разъясняли, то есть с какой стороны обет является поклонением. Сказали, потому что в нем есть элемент возвеличивания Всевышнего Аллаха Сухану А.Т. Говорит автор, приводя доводы под этой главой, сказал Всевышний. Они выполняют свои обеты и боятся того дня, зло которого распространяется. Вопрос. Каким образом из этого аята берется указание на то, что обет является поклонением? Сказал Маск? Да. В этом аяте есть воспаление. Всевышний Аллах воспаляет тех, которые выполняют свои обеты. А раз он воспаляет, значит он этим доволен. А раз он этим доволен, значит это поклонение. Соответственно, если это поклонение будет посвящено не Всевышнему Аллаху, это будет многобожиим. Говорит фал-айя даллят аля ужуб аль вафа бин назар. Этот аят указывает на обязательность выполнения обета. Ва матфь манфа аля залика таатам лилла. И указание на то, что кто это сделает, подчиняясь Аллаху, тот восхваляется. Ва фа бимата карраба биги илей. И он должен выполнить то, чем приближается к Всевышнему Аллаху Сухану А.Т. Дальше идет приведение аята, под которым идет длинный разбор. Давайте его оставим на завтра, иншаллах, и постараемся завтра эту главу дочитать. И некоторые тавсыль, некоторые подробные разъяснения относительно обета, также когда это является большим многобожиим. И является ли вообще обет малым многобожиим, может ли быть такое, это оставим, иншаллах, на завтра. Продолжаем разбор главы относительно обетов. Обетов, которые приносятся не Всевышнему Аллаху Субхану А.Т. Какое бы пожертвование вы ни сделали, и какой бы обет вы ни дали, поистине Всевышний Аллах Субхану А.Т. об этом знает. Говорит Шейх Абдурахман И.Хасан, Рахима Аллах, сказал И.Хасир, Сообщает Всевышний Аллах, возвышен он, то, что он знает обо всех действиях, которые делают те, которые действуют из нафакат, то есть из пожертвований в Аль-Манзурат, и из различных обетов. И.Хасан, Рахима Аллах, И.Хасан, Рахима Аллах, И.Хасан, Рахима Аллах, И.Хасан, Рахима Аллах, обеспечивает, или обещает, или гарантирует награду, каждому, кто это делает, наивысшей наградой, наилучшей наградой, если человек это делал, стремясь к лику Всевышнего Аллаха Субхану А.Т. То есть Всевышний говорит, и он знает любое пожертвование, которое вы даете, и любой обет, который вы также даете. Вопрос, а какая польза тебе от того, что Всевышний Аллах Субхану А.Т. знает о твоем пожертвовании? Польза тебе в том, что Он вознаградит тебя за это, если ты делал пожертвования, стремясь к лику Всевышнего Аллаха Субхану А.Т. И.Хасан, Рахима Аллах, это. То есть, если ты понял то, то Аллах спонаталя вознаграждает за обет, если ты дал его Всевышнему Аллах спонаталю и выполнил его. Фаалин нузур аль-уакия мин руббад аль-кубур тахаррубан бия илейхим. То тогда знай, что те обеты, которые совершают поклоняющиеся могилам, то есть могилопоклонники, стремясь приблизиться к этим могилам. Лиякбу лагум хава и дягум. А для чего они дают эти обеты? Для того, чтобы эти умершие, то есть эти праведники, которые находятся в этих могилах, выполняли для них какие-то их нужды. Или для того, чтобы они заступались за них. То знай, что все это является многобожиим поклонением без сомнения. То есть, что имеется в виду? Если ты понял, что Всевышний Аллах спонаталя награждает тебя за обет, который ты дал и выполнил ради Всевышнего Аллаха спонаталя или Всевышнему Аллаху спонаталя, раз ты это знаешь, то знаешь, что если ты дал обет и выполнил его не Аллаху спонаталя, то знай, что это является поклонением этому объекту, кроме Всевышнего Аллаха. И, соответственно, это является чем? Многобожиим. И такое, говорит, происходит от кого? От могилы поклонников. А для чего они дают обет тем, которые захоронены в могилах? Говорит, надеясь, что эти умершие выполнят какие-то их требования или какие-то нужды. или заступятся за них перед Всевышним Аллаху спонаталя. Это ясно? Говорит, как сказал Всевышний, они, то есть многобожники, дают какую-то часть из того, что дал им Всевышний Аллах из посевов или из домашних животных, отдают из этого какую-то часть Всевышнему Аллаху, то есть как обет. Говорят, это будет Аллаху. А это нашим сотоварищам. Если они что-то выделяют своим сотоварищам, то это не доходит до Всевышнего Аллаха. А если они выделяют что-то Всевышнему, то это доходит до их сотоварищей. Как же плохо то, что они делают, или как же плохо то, как они судят нам. Из этого аята что берется? Что многобожники прошлых времен выделяли из своего посева, из своего урожая часть Всевышнему Аллаху, а часть своим сотоварищам, а часть оставляли себе. Допустим, был у них урожай в 10 гектаров, или территория на 10 гектаров, где растет урожай. Они выделяли, говорили, вот эти вот 2 гектара, например, мы даем обед Всевышнему Аллаху спонаталя. То есть все, что там вырастет, раздадим бедным и тому подобное. Отдадим Всевышнему. Или продадим и на эти деньги, например, что построим мечеть. Или заплатим за нужные мечети и тому подобное. А вот столько-то гектаров это нашим сотоварищам. То есть видишь, Всевышний что говорит? Я даю им этот урожай, я один даю им этот урожай, но они часть урожая дают мне, а часть урожая дают сотоварищам. А эти сотоварищи имеют отношение к этому урожаю или нет? Не имеют. То есть я один дал им этот урожай. Говорит дальше. То, что они выделили Аллаху, говорит, не доходит до Аллаха. В каком смысле? Что если пропадет эта часть урожая, которая выделена для Всевышнего Аллаха спонаталя, то они ее ничем не заменяют. А то, что они выделили для сотоварищей, доходит до них. То есть до этих сотоварищей. Даже если эта часть урожая пропадет, они берут урожай от Всевышнего Аллаха, то есть который они посвятили Всевышнему Аллаху, и отдают сотоварищам. Говоря, Аллах ни в чем не нуждается. Поэтому мы это отдадим кому? Сотоварищам. Саамая хкумун. Как же плохо то, что они судят. Как же плохо то, что они судят. Этот вопрос или этот пример мы уже приводили ранее на одном из уроков. То же самое делают с животными. Часть выделяют Аллаху, часть выделяют своим сотоварищам. Это является чем? Это является многобожиим поклонением Всевышнему Аллаху спонаталя. Говорит Каля Шейху Лислам, сказал Шейху Лислам Ибн Таймия. Вама манузира ли гайриллах, канназар лиласнам. А те обеты, которые даются не Всевышнему Аллаху спонаталя, как например обеты кому идолам. Ва шамс вал камар, или солнцу, или луне, вал кубур, или могилам, ванахузалик и тому подобное. Фауа биманзиля ан яхлифа бигайриллах минал махлюкат. То это подобно тому, что человек клянется кем-либо кроме Всевышнего Аллаха. То есть в данных словах Шейху Лисламу что ты понимаешь? Что обет схож с клятвой. То есть тот, который дает обет не Аллаху, подобен тому, который клянется не Аллахом. У тебя можете подписать, что в Маджмуль-Фатала, первый том, 81 страница. Маджмуль-Фатала, первый том, 81 страница. Шейху Лислам Ибн Таймия указывает на то, что обет более великое поклонение, чем клятва. Обет это гораздо более великое поклонение, чем клятва. Можете у себя подписать, что обет, в отличие от клятвы, бывает только большим многобожием. Обет не бывает малым многобожием. Обет бывает большим многобожием, в отличие от клятвы. Клятва не Всевышним Аллахом может быть малым многобожием, а может быть большим многобожием. И основа относительно клятвы не Всевышним Аллахом, что она является чем? Малым многобожием. Это относительно клятвы. Иногда она может превратиться в большое многобожие. Что касается обетов, то обеты бывают в разряде больших многобожий, большого многобожия, не бывают многобожиим малым. Говорит, если какой-то человек поклянется каким-то творением, кроме Всевышнего Аллаха, то он не должен выполнять эту клятву и не должен затем совершать искупительных действий. Этот вопрос помним или нет? То есть, если человек сказал, клянусь таким-то и поклялся не Аллахом, поклялся кем-либо другим, что я сделаю так-то, он должен выполнять эту клятву или нет? Поклялся не Аллахом, говорит, я клянусь, допустим, что бодовый, что я сделаю то-то, он должен выполнять. Говорили, что он не должен выполнять эту клятву, так как это клятва не Всевышним Аллахом и является проявлением многобожиим. Раз он не выполняет эту клятву, должен ли он ее возместить? Раз он не выполнил клятву, должен ли он накормить из бедняков или одеть их, или освободить раба, и если всего этого не сможет, три дня урозу продержать? Не должен, так как эта клятва не является действительной изначально, потому что она, человек поклялся не Всевышним Аллахом с панатали. Говорит, ваказалика назир лин махлюкат, говорит, шейху в исламе, то же самое, если человек дал обет какому-то творению, он не должен выполнять этот обет, и затем, если он не выполнил обет, соответственно, он не должен выполнять искупительных действий. Помните? Потому что этот обет изначально недействительный, так как он является обетом многобожиим, не является обетом единобожиим. Потому что оба этих вида являются многобожиим. Что за оба вида? Обет и клятва. Клятва не Аллахом, и обет не Аллаху, оба этих действия являются многобожиим. А у многобожия нет никакого почета. Что значит, у многобожия нет никакого почета? То есть, шейху в исламу, что хочет этим сказать? У многобожия нет почета. Хочет сказать то, что раз у многобожия нет почета, соответственно, клятва не Аллахом, или обет не Аллаху, не являются вообще действительными, с ними даже не надо считаться. То есть, их присутствие и их отсутствие одинаково, в том смысле, что не надо их выполнять. И искупительных действий за этим никаких не следует. Но он должен только просить прощения у Аллаха за то, что он сделал. Если поклялся не Аллахом и не дал обет не Аллаху, то человек должен просить прощения у Всевышнего Аллаха. Но никаких искупительных действий за этим не следует. И должен сказать так, как пришло в хадисе, где пророк сказал, Если кто-то поклялся латом или уззой, то пусть скажет ла и ла и ла и ла. Значит, на данные времена, в наши времена, люди уже не клянутся латом или уззой, так как это уже не считается за божества обожествляемыми людьми, тем более на наших территориях. Но если человек поклялся кем-то другим, поклялся отцом, или предком каким-то, или какой-то могилой, или матерью, или хлебом и тому подобное, то он что должен сказать? Сказал, что я клянусь хлебом, я сделаю так-то. Например, имеет ли он право выполнять эту клятву? Не имеет права, так как это клятва многобожия. Но искупительные действия за этим не следуют. Тогда что он должен сделать? Астахфир Аллах. Должен что? Просить прощения у Аллаха и сказать ла и ла и ла и ла в замене этой клятвы. Нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Относительно людей, которые дают обед могилам, что они принесут на могилу какой-то жир, посредством которого будут зажигаться свечи на этой могиле. То есть это известно у могилопоклонников, потому что они дают обед, говорят, я принесу этой могиле свечку, или я даю обед принести этой могиле жир, так для того, чтобы этим жиром зажигались свечи или горел огонь на этой могиле. Уякуль и говорит, Инна атакбаль анназар, камаякуль у баабу бааллин. Говоря при этом, что эта могила принимает обеты, как об этом говорят некоторые многобожники, заблудшие. Что такое принимает обет? Когда какой-то заблудший многобожник говорит, такая-то могила принимает обет, он имеет в виду, что если я дам обет этой могиле, то мои нужды будут выполнены. Например, женщина, которая не может забеременеть, дает обет, говорит, я даю обет этому праведнику или этой могиле, что я сделаю так-то или принесу то-то или тому подобное. Если этот праведник вылечит меня, например, от бесплодия. То есть это они подразумевают под своим словом, такая-то могила принимает обет. Что значит принимает обет? Имеется в виду, способна выполнить мои нужды, мои нужды, взамен за то, что я ей что-то дам или что-то посвящу. Ясно, что значит могила принимает обет или такой-то праведник принимает обет. А иначе обет может принять что угодно, любая. Идешь в столбу и говоришь, я даю обет этому столбу. Это не означает, что столб принимает обет. Принимает обет, то есть выполняет то, за что дается ей обет. Говорит у Адам Назар Маасыя битикакль мусульмин. Говорит шейху-ли-ислам про такой вид обетов. То есть обет кому в могиле. Говорит, и этот обет является грехом по единогласному мнению мусульман. Ла-яджуз аль-уафа бих. Не разрешено выполнять этот обет. То есть не разрешено нести свечки на могилу или что-то туда нести, или что-то выполнять ради этой могилы. В Аказали каидан Назара Мален лисадана. То же самое, как, например, дал обет, что даст какое-то имущество прислужникам этой могилы. И прислужники у могилы бывают или нет на сегодняшний день? Бывают. Люди на дорогих машинах живут около могил или находятся около них, прислуживают этой могиле или этому месту, где находится, допустим, ряд могил или множество могил. И люди, которые приезжают также на дорогих машинах и хотят дать обет этим могилам, они отдают имущество кому? То есть они не просто приходят на могилу, уложат пачку денег и уезжают. Они эти деньги отдают тому, кто прислуживает этой могиле. А затем уже этот прислужник распоряжается так, как считает нужным. То есть покупает бензин на свою машину или меняет колеса зимние на летние. Или если произошла авария, то есть когда праведник не досмотрел и прислужник все-таки в аварию попал, допустим, что поменяет, например, бампер и тому подобные вещи на эти деньги. Говорит, ау аль муджау ирина аль акифина битин кальбука. Или посвящает свой обет тем, которым муджау ирин. Муджау ирин от слова джар. Джар это кто такой сосед? То есть которые живут по соседству аль акифин, которые проводят время около этих могил. Битин кальбука. Около этого святого места, как они его называют. Такие люди подобны прислужникам у идолов. Такие же, как были прислужники у идолов лад и руза и манат. Помните, когда мы разбирали, что такое лад, руза и манат, мы говорили, что около каждого этого идола были свои прислужники, которые присматривали за этой могилой. При присматривании что входит? То есть почистить эту могилу. Если пройдет, допустим, что? Ветер, упадут листочки, убрать их. Если пойдет дождь и с могилой что-то скучится, допустим, или сель скучится, привести в норму эту могилу. Если кто-то хочет ее разрушить, защищать ее от грудь колесом и тому подобное. То есть любые виды прислуживания этой могиле. Говорит я кулюна амуалан нас бель батль. Такие люди пожирают имущество людей ложно. Почему? Потому что они защищают ложные убеждения, защищают многобожие. Говорит вуя судду на ансабили лля. Более того, своими действиями они отворачивают людей от пути Всевышнего Аллаха. Потому что они призывают многобожию. Вальмуджау ируна унака фиим шебах минал лавина тали фиим ал-халиль. А те, которые проводят время около этих могил, они подобны тем людям, про которых сказал ал-халиль. Ал-халиль это кто? Ал-халиль, имеется в виду Ибрагим, алейс-салам. Сказал, Он говорил своему народу, Что это за идолы, около которых вы проводите время? И что вы там сидите? А также, эти люди подобны тем, около которых проходил Муса, алейс-салам, со своим народом. То есть, после того, как пересекли море, Они вышли на земли и проходили мимо людей, которые сидели около идолов своих. И говорит Всевышний Аллах, И когда мы пересекли с Бану Исраиль море, что значит мы пересекли? То есть, помогли Бану Исраиль пересечь это море. Они проходили мимо людей, которые пребывали или проводили свое время около их идолов. То есть, эти слова, что он хочет этим сказать? То, что те, которые прислуживают около этих могил, и принимают обеты, Эти обеты являются многобожиими, запрещенными. Нельзя их давать, нельзя их выполнять. И, соответственно, нет после этих обетов никаких искупительных действий. А если человек дал такой обет, то он не должен его выполнять, Но должен просить прощения Аллаха за то, что дал такой обет. А эти люди, которые принимают эти обеты, они пожирают имущество людей. Да, и они ложно. Ложно, и они подобны прислужникам у идолов, Которые были в прошлые времена, в народе Ибрагима алейссалям, В народе, у Аршитов, которым пришел Мухаммад, в народе, Вопло которого проходило племя Бану Исраиль и тому подобное. Все это было раньше и есть сегодня. Просто сегодня это называется другими именами, А раньше это называлось другими именами. А суть остается одна и та же. И те называются садана, и эти называются садана. То есть, прислужники, как они у вас называются по-казахски? Шарахшин, Шарахшин называются. Свечка, ширак это свечка. Смотри, раньше ставили свечки на могилы, и сегодня ставят свечки на могилы. И даже этих людей называют ширакши, как бы свечники. Знаете, такое есть также у христиан. То есть у христиан что делают? В церковь несут свечки. То есть почему они туда свечки несут, как ты думаешь? То есть тоже дают обеты нести свечки на эти могилы. А все это берет начало в древние времена. То есть почему несли свечку на могилу? Чтобы те, которые мимо проходят, знали, что вот эта вот могила, раз на ней свечки, В отличие от всех могил, на которых свечек нет, она принимает обеты. То есть, если ты дашь обеты этой могиле тому праведнику, который захоронен в ней, то у тебя выполнятся свои нужды. Если не можешь забеременеть, сможешь забеременеть. Если бедный, станешь богатым. Если потерял какого-то родственника, ушел и не вернулся, пропал без вести, дашь обеты, иншалла он вернется и тому подобное. То есть, не все могилы одинаковые. В разных могилах лежат, грешники могут лежать, простые люди. А здесь лежит непростой человек, здесь лежит праведник или шахид, или тому подобное. Поэтому ставили свечки. И сегодня, затем это переняли кто? Христиане, от многобожников, которые были до них. А сегодня, те, которые называются мусульманами, перенимаются это от кого? Также от многобожников и от христиан. И называются ширакши. А ширакши это и есть вот эта вот садана. Те, которые прислуживали у латы, руза и манат. Те, которые пожирают имущество людей в лужно. Бель-батль. Говорит, фанназр ли у лаика садана вальмуджау ирина фиазил бука, бука, назар маасия. Поэтому тот, который дает обет этим прислужникам и этим ширакши, те, которые живут около этих могил или принимают эти обеты, то этот обет является обетом греха. Вафи и шабах минанназр ли саданат ассулбан вальмуджау ирина индаа. Это подобно тем, которые дают обеты, тем, которые прислуживают крестам и живут рядом с крестами. То есть это уже кто? Христиане. То есть у христиан почитается крест. И они дают обеты крестам, не только могилам. Те, которые вот эти ширакши, они, говорят, подобны этим христианам в этом деле. Абдад это джемру будд, множество слова будд, куавоз санам. А будд это и есть идол, возможно, говорит, который находится в Индии. Возможно, здесь имеется в виду буддисты, талалам, может быть, имеется в виду буддисты. Или прислужники этих идолов, то есть будды или подобным им истуканам, которые находятся в Индии. И те, которые находятся около них. Вот это вот ясно или нет? Говорит шейх Мамад-Изам, здесь в сноске, есть разница между понятиями садана и между понятиями хаджиб. Садана выше по положению, чем хаджиб. Садана отдает приказы сам по себе или отдает разрешение сам по себе. А хаджиб отдает разрешение только если позволит садим. Это то, что было у арабов. Сегодня Аллах Алим, какая там иерархия есть на могилах Казахстана или Узбекистана или Татарстана, там они сами разбираются. Но суть в чем, то, что эти и другие защищают многобожие и распространяют многобожие и пожирают имущество людей, ложно. Говорит, здесь у себя подпишите, что эти слова шейху-лисламу и мультами из книги «Ихтила ас-Сарат аль-Мустатин». «Ихтила ас-Сарат аль-Мустатин», если в новом, в новом, наверное, подписано в новом издании, в старом нет. Страница 436-437 из издательства «Дар-Уль-Ансар». «Дар-Уль-Ансар» 436-437. В другом издательстве, второй том, 432 страница. Таев. «Ва-кал аль-Азра'и фишарх аль-Минхач» И сказал Азра'и в своей книге «Шарх аль-Минхач». Азра'и это кто такой? Ахмад ибн Хамдан ибн Абдул-Вахид аль-Азра'и Абул-Аббас. Родил в 708 году и скончался в 783 году. Так вот, сказал Аль-Азра'и. «Амман-назар лилмашает аль-ляти'а ла-кабра вали». Что касается обетов, которые даются мавзолеем, которые построены на могилах праведников, а у шейх или каких-то шейхов, шейх имеется ввиду какой-то почитаемый человек. «Ау аля-исм ман-халлага минал-аулия» Или «Построен мавзолей и дано ему имя тем, имя того человека, который жил в этой местности». «Халлага», «Халлага», то есть «назал-ауаса канафига». «Спустился в это место и жил в нем», то есть «прибыл в это место и жил в нем». «Аутарабда дафитил кальбука минал-аулия усаалихин». Или «Ездил в этих местах, в этих местах какой-то праведник из людей». Прежде чем дальше считать, как это понять? Из этих слов Аль-Азра'и ты понимаешь, что мавзолеи на каких местах строятся? Либо они строятся над могилой какого-то праведного человека или почитаемого, уважаемого человека. Либо они строятся не над могилой, но на месте, на котором жил какой-то праведник. Даже если он там не похоронен, но он там жил. А почему там строится мавзолей? Потому что раз он там жил, туда снисходит опять благодать от Всевышнего Аллаха, как они считают. Или даже не жил, а там ездил. Ездил или какое-то время находился. Там тоже могут построить могилу, мавзолей. А еще есть такие, как, например, прислонился куда-то. Если он куда-то прислонился к какому-то дереву или на каком-то пеньке посидел, этот пенек или это дерево становится святым и тоже начинает почитаться. Или попил с какого-то источника. Все этот источник тоже становится святым. Или просто проходил мимо этого места. Там, где предполагается нахождение его следов, тоже строят какой-то мавзолей. И чаще всего это возвращается ко снам. То есть человек увидел во сне, что такой-то человек прислонялся к какому-то дереву в таком-то месте. Приходит к этому дереву и начинает называть его святым. И начинает совершать около него какие-то виды поклонения и тому подобное. И бывает еще хуже этого. Если какой-то праведник помочился в таком-то месте. Или справил тем более в нем большую нужду. Все равно это место начинает считаться каким святым. Поэтому вот допустим, что у нас здесь получилось как. То, что на кладбище, где захоронены братья, которые погибли во время джиада с рафидитами. Сегодня обнаружилось, что их тела не повреждены и тому подобное. За полтора года остались целыми. Как будто захоронены вчера. В этом знамении Всевышнего Аллаха Пануатара необходимо предостерегать от того, чтобы люди не начали чрезмерствовать относительно этих тел. То есть если сегодня эти тела были перенесены на другое место, в какое-то отдельное кладбище, то может быть так, что через 100 или 200 лет люди начнут поклоняться этим могилам. То есть когда, допустим, если будет такое, что знание уйдет с этих мест и перестанут здесь находиться люди знающие, останутся в простонародье. Могут прийти люди, которые будут говорить, наши прадеды захоронили здесь людей, которые погибли здесь во время джиада, с кем, с неверующими или с рафидитами и тому подобное. И начнут поклоняться этим могилам. Необходимо разъяснять, чтобы люди не взяли эти могилы себе в объекты поклонения. Ясно или нет? Оно так и происходит. То есть так просто любой могиле люди не поклоняются. Говорит, если человек дает обет таким мавзолеям, а что он подразумевает под этим обетом? Что он от него хочет? Говорит, и это чаще всего из намерений простолюди. То есть зачем они дают обет? Какое у них намерение? Чаще всего, говорит, у простонарода бывает намерение какое? Дать обет из возвеличивания этого места, считая это место каким-то великим или святым. Ау-ль-машхат или этот мавзолей, ау-из-зауэ или этот угол. Ау-та-азым мандуфина бига. Или хотят возвеличивать того, который похоронен в этом месте. Ау-ну-сибат-илей. Или это место приписано к нему. Ау-бу-ният а-ла-исми. Или построен мавзолей по его имени. Фа-адан-назар ба-тил гэру мун-а-кад. Мун-а-кад. Говорит Азраи, такой обет является ложным, который не является действительным. По-иннаму ата-кидухум ан-на-ли-газил а-макин хусусият. Потому что они считают, что у этих мест есть какие-то особые привилегии. Что это место не просто как другое место. Человек зачем едет, может быть, за тысячу километров к этому месту со своей деревней. Если бы он считал, что то место такое же, как его место. То есть своя деревня, его земля, это простая земля. Там никто не похоронен. А в том месте похоронен такой-то, такой-то праведник. Поэтому туда отправляются. Если бы он считал, что то место такое же, как место его в его деревне. Ездил бы он туда за тысячу километров или нет? Ездил бы туда. Они считают, что если они такое сделают, то есть дадут обед, то посредством этого мавзолея от них будет удалено какое-то бедствие. Или придет к ним какая-то нигма, то есть милость. Или если они дадут обед, то вылечатся от каких-то своих болезней. Даже некоторые люди начинают давать обед и камням. Если им скажут, К этому камню прислонялся такой-то праведный человек. И дают обед некоторым могилам, то что принесут туда суруч, то есть светильники ва-шумо, или свечи, ваззейд, или масло. Зачем туда масло приносить? Чтоб там пирожки жарили, да зачем? Чтобы там на этом масле зажигались свечи, а не плов. То есть не для плова туда масло несут. И говорят, эта могила такая-то. Или место такое-то, принимает обед. Мы уже говорили, что это за фраза, принимает обед. Принимает обед, то есть выполнит то, что ты просишь, если ты дашь обед. Они имеют в виду, что посредством этого обеда они достигнут желаемой цели. Миншифа марид, как, например, излечения больного. Ау-кудум гаиб, или возвращение утерянного, то есть кто-то потерялся у них из родственников и тому подобное. Ау-салямат маль, или из защиты имущества. Или другие виды обеда, муджаза, то есть противовес. Я тебе даю, ты мне даешь. Если вылечишь, я тебе дам. Если найдется у меня потерянный, я тебе дам. И так далее. Это что называется? Назар аль-муджаза. То, что мы называем, как в современных книгах этого ученого, как говорят? Назар аль-мукаед. То есть обед, связанный с каким-то условием. Это и есть вот это Назар аль-муджаза. Просто это выражение древних ученых. Они называли их Назар аль-муджаза, а сегодня это называется Назар аль-мукаед. Каадан Назар аль-адал-вач баатилюн ла-шаккати. Такой обед, который дан таким образом, является ложным, без сомнения. Говорит аль-азрахи. Бааль Назар аззейд ва шам'а ва нахвихима лин-кубур баатилюн мутлакан. Более того, давать обед, что человек даст масло или свечи и тому подобное могилам, является ложным абсолютно. Говорит шейх Маам Сизан здесь с носки к этим словам. Если человек зажигает свечи или светильники на какой-то могиле, ища благодати от этого человека, который похоронен в этой могиле, и думает, что этот человек принесет ему посредством этого какую-то пользу, то это является большим многобожиим. Значит, если ты приходишь к могиле и видишь, какой-то человек там зажигает свечи, или что-то туда устанавливает и тому подобное. Говорит, зачем там это делаешь? Он говорит, иншаллах этот похороненный в ней вылечит моего больного и тому подобное. Это является каким многобожиим? Большим многобожиим. Потому что он считает, что этот умерший способен делать то, на что способен только Всевышний Аллах, а это приносить излечение, лечить от бесплодия, или найти, привести к тебе утерянного и так далее. Говорит, а если человек зажигает свечи, считая, что этим приближается ко Всевышнему Аллаху, тем, что он зажигает на этих могилах свечи, и думает, что этим самым он помогает, этим праведникам и тому подобное, то это не доходит до уровня большого многобожия. Первое от второго чем отличается? В первом случае зажигает свечи, думает, что этот праведник чем-то поможет ему. Это большое многобожие. А во втором случае зажигает свечи. Для чего зажигает? Думает, что Аллах этим доволен. Потому что у этого праведника есть почет, у Всевышнего Аллаха. Если я зажгу свечи, то я как бы что? Проявлю дружбу того, кого почитает Всевышний Аллах сфанаталя. Соответственно, что я как бы проявлю уважение и свой почет ко Всевышнему Аллаху сфанаталя. Поэтому это не является большим многобожиим, но является чем? Новобведением. Является новобведением и не доходит до уровня большого многобожия. Говорит по адаму, такой человек является новобведемцем, потому что он пытается приблизиться ко Всевышнему Аллаху тем, что не является религией Аллаха. И это является чем? Дорогой или путем к большому многобожию. В этом их сбивают то шайтаны. То есть иногда люди приходят к могилам и слышат там голоса. То есть, допустим, говорят, где моя утерянная вещь? Если ты поможешь найти утерянную вещь, то я что, дам тебе обед то-то или то-то. Или принесу жертву барашка. А за этой могилой находится джин. Или в этой могиле находится джин. А джин, они передвигаются по земле и могут знать, где находится этот предмет, который он потерял. И говорят, твой предмет находится там-то. И он идет к тому месту и действительно находит свой предмет. И думает, что это тот праведник, который находится в могиле, на самом деле не мертвый, а он живой. И видит, и знает, и тому подобные вещи управляет и так далее. Это является чем? Большим многобожием. Потому что он считает, что этот праведник способен повлиять на какие-то явления в этом бытие. Несмотря на то, что он уже умер. Более того, они считают, что этот праведник, когда умирает, постигает или достигает больше силы, чем когда был живой. Говорят, он подобен мечу, который в ножнах. Когда он живой, он в ножнах. Он не способен управлять вселенной и так далее. Но когда он умирает, он подобен мечу, который вытащили из ножн, и он вышел из своих границ. И теперь он уже что не ограничен? Телом. Но он способен передвигаться, способен управлять, способен помогать и тому подобные вещи. Это является чем? Большим многобожием. Даже если человек думает, что эта сила у этого умершего, от Всевышнего Аллаха, это является чем? Большим многобожием. Ясно или нет? Вот этот вот разбор понятен. Когда зажигание свеч на могиле является большим многобожием, а когда является малым многобожием. В зависимости от чего? Опять от убеждения. От убеждения человека. Дальше говорит, но то, что это является батль ложным, это однозначно, что в этом случае, что в этом случае. Это бывает либо большим многобожием, либо бывает нововведением. Как многобожием, так и нововведением батль ложным в религии Всевышнего Аллаха. Говорит дальше аль-Азра'и. Пример этому, как люди дают обед принести много свеч или большие свечи на могилу Ибраима, алей-иссалям. То есть есть место, где думают, что захоронен Ибраим, алей-иссалям, и туда, на эту могилу унесут свечи и тому подобное. Говорит. Потому что тот, который дает обед принести свечу на эту могилу, что он хочет? Он хочет зажечь эти свечи на этой могиле, ища благодать от этой могилы и возвеличивая эту могилу. Считая, что этим он еще приближается ко Всевышнему Аллаху. Нет никакого сомнения, что это является заблуждением. И ложным. И что зажигание таких свеч является запретным. Без разницы, воспользовался кто-то этими свечами или нет. То есть может быть так, что человек принес что-то полезное и положил на могилу. Потом пришел какой-то безбожник, как они его называют, а по-нашему это единобожник, который во все эти вещи не верит. Приходит и забирает эту свечку. Говорит, что она здесь просто так будет лежать, я лучше ее возьму дома у себя, что буду использовать. Или пришел, съел этот плов, который там лежит. Все, он там просто так будет лежать, с собаком останется. И уносит себе. Говорит, а нас же и без разницы. Кто-нибудь воспользовался этими свечками или пловом или нет. В любом случае это является ложным и запретным. Это понятно, ища Аллаху. Дальше. Более того, в этом уподоблении христианам, что касается свеч. Говорит, уакада шейх Касим Аль-Ханафи. Сказала шейх Касим Аль-Ханафи. Вот эти вот контексты являются важными, которые относятся к ученым ханафитского мозгаба. Так как наши сухие могилопоклонники, наши имею ввиду, которые живут на наших территориях. Они что? Относят себя к ханафитскому мозгабу. Поэтому вот эти вот контексты являются важными. То, что ханафитские ученые были против этих действий. Так вот, кто такой Касим Аль-Ханафи? Говорит Касим Ибн Кутлюбга. Он известный у ханафитов. Касим Ибн Кутлюбга, Ибн Абделля Аль-Мисри. Был из Мисра. Родился в 802 году и скончался в 879 году. Написал множество книг. Из них Шарху Дурар Аль-Бихар. Основой которой является Аль-Каунови. То есть Хаунови написал Дурар Аль-Бихар, а Кутлюбга сделал на нее Шарх. Это относительно фикхистских вопросов ханафийского фикха. Так вот, этот Касим Аль-Ханафий, один из ученых ханафийского мазхаба, сказал в своей книге Шарх Дурар Аль-Бихар. Те обеты, которые дают большинство простых людей, то есть из простонародья, как мы это видим. Как, например, если человек пропал, или есть какой-то морит, больной, или у человека есть какая-то нужда, и приходят к некоторым праведникам, будь то живы или мертвы, и ставят над головой какую-то завесу. То есть, как они делают? Приходят с могилы и смотрят, где примерно голова этого праведника, с этой стороны или с этой стороны, это известно. Потому что умерший ложится на правый бок лицом хибли. Соответственно, легко можно определить, где голова у могилы. И ложат туда какую-то сутру, то есть какой-то занавес, или какой-то материал. Ставят на это место и говорят, Смотри, если Аллах вернет ко мне моего пропавшего, или вылечится мой больной, или моя проблема будет решена, то тебе столько-то золота или столько-то серебра, или столько-то еды, или столько-то воды, или столько-то свечек, или столько-то масла. То есть, смотри, говорит, если Аллах вылечит меня, если Аллах вернет мне пропавшего, то тебе золото и серебро. Теперь вопрос, а почему этот человек дает золото и серебро этому умершему, вместе с тем, что сам знает, что вернет ему пропавшего или вылечит его больного Аллах? Кто скажет? Почему тогда он дает? Причем здесь эта могила? Зачем он к ней вообще ходит тогда? На, пусть дуа делает и все. Да, потому что он считает, что этот праведник, который в могиле, заступается. То есть, просто так, если я Аллаху буду делать дуа, «О, Аллах, дай мне то, излечи меня, выполни мою такую нужду, верни мне умершего», Аллах не отвечает. Почему? Потому что Аллах не такой милосердный. К Аллаху нельзя обращаться напрямую. Нужно поискать посредника. Я поэтому иду к этому посреднику, посреднику, и обещаю ему какое-то золото, серебро, еду, свечи, масло и так далее. Потом он идет, заступается перед Аллахом, и Аллах возвращает мне пропавшего, или что, излечит мою болезнь и так далее. Ясно, при чем здесь этот праведник? Поэтому праведнику обещается золото, серебро и тому подобное. Это является большим многобожием или малым многобожием является? Кто скажет? Является большим многобожием. Во-первых, потому что он дает обет. Как вы сказали, давание обета не бывает малым многобожием. Обет всегда бывает только большим многобожием. Во-вторых, он считает этого праведника заступником, между ним и между Аллахом, или посредником между ним и между Аллахом. Из этого уже сразу вытекает ложное убеждение о том, что Аллах не такой милосердный, как этот человек. То есть он считает, что этот человек более милосердный, чем Аллах, этот праведник. Потому что этот праведник входит в его положение, идет заступаться. А когда обращаешься напрямую к Аллаху, Аллах не входит в свое положение. То есть он является каким-то не таким милосердным. в этом возвеличивание этого праведника больше, чем Всевышнего Аллаха с панаталия. Это тоже является многобожиим. И сам appetite его убеждение, что кто-то является посредником между тобой и между Аллахом в разрешении каких-то нужд, или излечении болезней и так далее, это убеждение кем кого? Многобожника в первых времен, Кур- mitigation и так далее, это является многобожиим, исходя из аяток, где Всевышний Аллах с панаталия назвал это многобожиим. И также они считают, что этот праведник может заступаться перед Аллахом, даже если не позволит ему Аллах. То есть они даже изначально не думают, позволит Аллах или не позволит Аллах. Они считают, что этого нет. Сразу этот, если я попрошу у правильника, то он идет и заступается. Говорит Саадам Назару Баатилюн Билиджма. Такой обет является ложным, недействительным, по единогласному мнению, людью из-за следующих вещей, из-за следующих причин. То есть почему он является ложным? Говорит Шахман Хизам, здесь моски, Это не просто ложный обет, а это является большим многобожиим. Во-первых, потому что он пытается приблизиться к этому праведнику. Чем он пытается приблизиться? Он тоже понимает, если я просто так с пустыми руками приду к этому праведнику, то он не пойдет за меня заступаться. То есть надо что-то пообещать, надо что-то задобрить и так далее. Это является чем? Само по себе является многобожиим. И взывает к нему вместе с тем, что он мертвый. И потому что он дает обет не Аллаху, говоря этому мертвому, тебе то-то и то-то. Говорит Ли Уджух, теперь слова Касима Ибну, Он говорит, почему этот обет является ложным? Во-первых, потому что это обет творению. А обет давать творению не разрешено. Потому что обет является поклонением. А поклонение нельзя посвящать творению. Потому что тот, к кому он обращается, мертвым является. А мертвый не способен ни на что. То есть мертвый способен тебе, во-первых, что тебе помочь не способен. Во-первых, брат, он даже тебя не слышит. И понятия не имеет, что ты ходишь около могилы, даешь ему какое-то золото, серебро. Но мертвый, мертвый, он не знает, что происходит вокруг. Пророк с Аллахом что сказал? И тогда ангелы мне скажут, ты не знаешь, что они сделали после тебя. Когда от водоема будут отгоняться люди, Пророк с Аллахом будет что удивляться этому? Почему вы отгоняете от водоема? И ангелы скажут, ты не знаешь, что они ввели в эту религию после тебя. И это указывает на то, что даже Пророк с Аллахом не знает, что происходит в этом бытие, после того, как он ушел ко Всевышнему Аллаху Аспану Аталию. А что ты скажешь про обычных мертвых людей? Они тебя не слышат, они тебя не видят, не знают, что вообще происходит, а ты сидишь у планеты, приносишь им жертвы, в то время как они в забвении, в забвении от того, что ты делаешь. Говорит, поэтому мы в работе про Болгар говорили, что как можно разрушить это многобожие, то есть то, что делается около этих могил. Один из важных моментов или орудий в этом деле объяснить людям, или доказать людям, что мертвые не слышат. Этот вопрос важный, идеологический вопрос о том, что мертвые не слышат. Это необходимо доказывать и разъяснять людям, основываясь на аяте из Фур'ана и основываясь на что? На хадисы. Если ты это докажешь, то ты обрубишь серьезный корень многобожие, так как люди, если знают, что этот мертвый его не слышат, соответственно перестанут туда ходить. Это одно из важных орудий или одно из важных способов, каким ты можешь разрушить многобожие. И второй важный момент, доказать людям, что Всевышний Аллах с Пану Атали является милосердным, милостивым, который не нуждается в том, чтобы искать каких-то заступников, каких-то посредников между того и между Всевышним Аллахом. И что нужно обращаться сразу напрямую к Аллаху, к Пану Атали. Ясно? Если ты это людям сможешь вот эти две вещи доказать, иншаллах, многобожие будет удалено с их сердец и из их действий. То же самое касается ангелов. Не означает, что ангелы знают все то, что происходит в этом бытие. Довод на это какой-то, что пророк, когда с Джабраилем поднимался на небеса, каждый раз ангел спрашивал, кто там. Если бы они знали, что происходит, они бы не спрашивали, кто там. И тому подобные вещи. Так, говорит у Аминга, из этого также. Анну занна анна льмаид я тасарраф фил умур дон Аллах. Также этот обет является ложным, потому что человек, дающий этот обет, считает, что этот умерший способен управлять какими-то делами Вселенной, кроме Всевышнего Аллаха. А такое убеждение является неверимым. Это из чего? Многобожие в какой отрасли? То есть в вопросах господства или вопросах поклонения? Если человек думает, что мертвый способен управлять чем-либо из Вселенной. Это уже в Рубубии. Это ширк фир Рубубии. И до слов, где он сказал Если ты узнал это, то знай, что те деньги, или свечи, или масло, и тому подобное, все то, что переносится к мавзолеям, или к могилам этих праведников, с желанием приблизиться к этим праведникам, все это является запретным. Это единогласное мнение от Ибну Кутлубга, передал Ибну Нужейм. Кто такой Ибну Нужейм? Это имам Зейнуддин Ибн Ибрагим Ибн Мухаммад, который известен как Ибн Нужейм. Родился в 926 году, скончался в 970 году. Является автором множества книг, из них Аль-Бахр-Ар-Раих, который является шархом книги Канзудда-Каих, а также книга Аль-Ашбаха, Аль-Назаир и тому подобное. То есть один из ученых тоже ханафистского мазхаба своей книгой Бахр-Раих передал это единогласное мнение. А также передал это единогласное мнение Аль-Муршиди. Кто такой Аль-Муршиди? Абдурахман Ибн Уиса Ибн Муршид, Абул-Уйджага Аль-Румари Аль-Муршиди. Муфти Аль-Харам Аль-Макки, был Муфти Аль-Мекки, родился в 975 году, скончался в 1337 году в Хиджре. И Тазгирати, в своей книге Тазгира, А также другие передали это единогласное мнение от Касима Ибн Кутлюбга Аль-Ханахи. Что за единогласное мнение? О том, что такие виды обетов являются запретными, по единогласному мнению мусульман. И добавил Аль-Муршиди, Акадыбтулия Аль-Назбиада Ласиема Фимаулит Аль-Бадавы. И это сегодня происходит много среди людей, и особенно во время дня рождения Бадавы. Во время дня рождения Бадавы в Египте в Танту съезжаются несколько миллионов человек. То есть иногда даже подобно Хаджу. Сколько человек едет в Хадж, едут в могиле Бадавы, примерно столько же во время его или в дни его рождения. Более того, в Каире, когда нам приходят дни, близкие к день рождения Бадавы, перекрываются многие дороги. То есть из-за столпотворения людей, многие важные дороги, по которым люди ездят, большие магистрали перекрываются люди, прекращаются движения из-за того, что большая толпа людей. А я видел этих людей сидят в одеждах таких подобных, пакистанских одеждах, приезжают с Индии, приезжают с Пакистана, с таких мест, кушают на земле, с тарелочек, выявляют, что асхетизм, богобоязнь и тому подобное. Спроишь, куда идете, едем в Танту, кому для посещения могилы Бадавы. И совершают там тавафы, приносят там жертвы, то есть совершают полное многобожие. А также сказал шейх Сунгуллах Аль-Халаби Аль-Ханафи, еще один из имамов ханафитского мазхаба. Это имам, которого звали Сунгуллах Ибн Сунгуллах Аль-Халаби Аль-Макки. Халаби это где? Халаб, в Сирии, как Алеппо, нам, то, что сегодня известно как Алеппо. Аль-Халаби Аль-Макки, то есть был из территории Сирии, но проживал в Мекке. Был проповедником, ученым Фафиху Атажем Ухаддисом. Родился, нам скончался в 1120 году. В 1120 году еще один из имамов ханафитов. Так вот сказал Сунгуллах Аль-Халаби Аль-Ханафи, опровергая тех, которые разрешают приносить жертвы праведникам или давать им обеты. Сказал Фааза Заб ванназр инкана аля исми кулян фауали гайли ля. Если человек приносит эту жертву именем не Аллаха или дает обет не Аллаху, тогда это поклонение, посвященное не Аллаху. Фаякуна бааталям. И оно является ложным, недействительным. Во Фиттанзил Всевышний сказал, не ешьте из того, над чем не упомянуты имя Всевышнего Аллаха. А также сказал, скажи поясни мой намаз, а также мою жертвоприношение. И моя жизнь, и моя смерть посвящены только одному Аллаху, Господу миров. Нет у него в этом сотоварищей. Ванназр ли гайри ля ишракун ма Аллах. Хаззаб ли гайри. Говорит, сунжу Аллах аль халаби аль ханафи, и приношение обета не Всевышнему Аллаху является предаванием сотоварищей, Всевышнему Аллаху является многобожьим, подобно жертвоприношению не Аллаху нам. Это из книги Сейфу Аллах аля манказаба аля аулия иллах. Меч Аллаха над теми, которые солгали на друзей Аллаха, то есть на праведников. И страница 68-69. У нас остался разбор последнего хадиса в этой главе. Его оставим, иншаллах, на завтра. Субханакаллаху ма бихамдик. Ишаду Аллаху иллаху. Иллаху. Сахируллаху. Иллаху. Продолжение следует... 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 В реваяте Ат-Тахауи приходит и пусть выполнит искупительное действие за свою клятву. Говорит шех Мамасизам, эту добавку приводит Ат-Тахауи в своей книге Мушкель-Аль-Асар. В нове снаде человек по имени Сулейман ибн Аркам, который является оставленным передатчиком. Несмотря на то, что эта добавка является слабой, отвергаемой, но смысл ее правильный. И действие строится именно по смыслу этой добавки. Говорит и сошлись на единогласном мнении ученые, что нельзя выполнять такой обет, который дан относительно греха. Говорит, если будет так-то, то я сделаю то-то. И называет это сделаю то-то, то есть грех какой-то, то я сворую, или убью, или сделаю зина и тому подобное. Такой обет выполнять не разрешается, так как он дан во слушании Аллаху. Халин Хафиз сказал Хафиз ибн Хаджар, и тапаку аля тахриман назар хильмасия. Ученые сошлись на единогласном мнении, что запрещено выполнять обет, данный в грехе. Вот она, но затем разошлись во мнениях. Такой обет является ли действительным? Так что после его невыполнения нужно восместить и сделать искупительное действие. Вот так отдам. И этот вопрос, мы уже рассматривали. То есть рассматривали уже разногласия в этом вопросе. И какому мнению пришли к правильному? То, что должен выполнить искупительное действие. Мы говорили, если обет дан Всевышнему Аллаху, если он дан чем-то обязательным, желательным или разрешенным, то обязательно его выполнить. Если человек не смог его выполнить, должен принести искупительное действие. Если человек дал обет во слушании Всевышнему Аллаху относительно чего-то запретного или нежелательного, чего-то запретного. Если чего-то запретного, то он не имеет права выполнять этот обет и должен что-то сделать искупительное действие. Если же человек дал обет Всевышнего Аллаха относительно чего-то нежелательного, то, говорят, желательно ему не выполнять этот обет, но сделать искупительное действие. А если обет дан вообще не Аллаху, то этот обет не выполняется и никаких искупительных действий после него не надо делать, но нужно просить прощения Всевышнего Аллаха, и на этом ограничивается человек. Говорят, ва кадью садалюбин хадис аля сиххатам назархил мубах, камау ламазаб ахмад ва рейлии. Возможно также использовать этот хадис для того, чтобы привести его как в довод на то, что обет данные относительно разрешенные вещи является действительным, как это мазаб имам Ахмада, а также других. И это же поддерживается тем, что передает Абудауд от Амрин Шаиба, от его отца, от его деда. Этот иснад какой? Хороший, сам по себе должен быть хорошим, если только до него нет других проблем. Говорит, а также этот хадис передает Ахмад и Тирмиди со слов Бурейды. То есть ударить бубны не является обязательным или каким-то желательным действием в шариате, но является разрешенным, мубах, для женщин при определенных случаях. Дальше у нас это придет. И пророк, несмотря на это, приказал ее выполнить ее обет. Говорит шейх Маммад Хизам Хасан Ли Гайди. Этот хадис хороший из-за поддерживающих его цепочек. Приводит его Абудауд. Но в весна диетного сообщения Аль-Харид ибн Убейд. Абу Кудама Аль-Ияди. Нам в нем есть слабость. Но, говорит, у этого хадиса есть поддерживающая цепочка от Бурейды, у имама Ахмада, а также от Тирмиди, а также у ибн Абишейба, ибн Хиббана, по дороге от Хусейна ибн Уакида, от Абдуллаха ибн Бурейды, от его отца. И иснад этого сообщения хороший. Значит, иснад хадиса о том, что такая-то женщина сказала так, является достоверным. Дальше. Говорит, уамма назар аль-лиджач валь-гадаб, пауе минун инда Ахмад. А что касается обета, лиджач валь-гадаб, что такое лиджач валь-гадаб? Лиджач это хасан, как спор. Обет, данный в споре или в гневе. Когда человек, например, говорит, если я сделаю такое-то, то я обязуюсь совершить 10 раз хадж. Или если, да если я сделаю так-то, то я обязуюсь целые 2 месяца у разу держать. То есть, это что такое? Человек не собирался держать у разу и давал этот обет не для того, чтобы хадж совершить 10 раз, но просто показать, что он никогда такого не сделает, что он не собирается такое делать. То есть, ему говорят, да ты вот так сделаешь, если так случится. Он говорит, в Аллахе, если я так сделаю, я даю обет Аллаху, что я 10 раз хадж сделаю. То есть, он это что? Дает этот обет не для того, чтобы 10 раз хадж сделать, не потому что он это желает, но чтобы показать на свою твердость и решимость, что он не собирается это дело делать. Вопрос, такой обет выполняется или нет? А если человек не сделает такое дело или сделает, то есть, он должен ли 10 раз хадж сделать или нет? Говорит, фауа ямину наинда Ахмад. Мазаби имама Ахмада это считается за клятву, которую человек должен выполнить, а если не выполнит, тогда должен принести искупительное действие. Говорит, фа юхайер бейна феалихи ва конфарат ямин. Мазаби имама Ахмада перед человеком дается выбор. Если хочет, может выполнить эту клятву, а если хочет, может принести искупительное действие. Говорит, шаих Маамасхизам, назарул лиджалул вальгадад. Что такое обет, данный в гневе или в споре? Это такой обет, который дается во время гнева или спора с каким-то человеком. Когда человек, например, говорит. Говорит, я обязуюсь перед Аллахом, если сделаю то-то, или если я сделал так-то, совершить хач 10 раз. В этом случае человек не собирается, говорит, хач, совершить, но всего лишь хочет показать, что он никогда не сделает такое дело. Это считается у арабов из клятв. И пришли некоторые фетвы от сподвижников, что это является клятвой, и человек должен принести искупительное действие относительно этой клятвы. Как это приходит Мусаннафи ибн Абишейба, а также в других сборниках. То, что человек должен принести за это искупительное действие. Или же выполнить свой обет. Но вы заслуживаете наказание за то, относительно чего поклялись, то есть из сердца, понимая, что ты говоришь. И такой вид клятв является клятвами у арабов. И это мнение, которое выбрали также два имама, шейх ибн Амбаз и шейх ибн Асаймин. Смотри, говорит, Мажмоль Фатау, 35-й том, 253-256-й страницы. Говорит, 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 что это тоже входит в понятие обета. И человек должен либо его выполнить, либо выполнить искупительные клятвы. Из-за хадиса Аймрана ибн Хусейна от пророка, саллаллаху алейху саллама, Не выполняется обет данный в клятве, данный, точнее, что в ниве. Но его искупительные действия, это такие искупительные действия, которые делаются после клятвы. Саид, то есть Саид ибн Мансур. Передает этот хадис Саид ибн Мансур. Атаж ибн Ахмад, атаж ибн Асаймин Насай. Говорит, шейх Малтхизам, да ифун джиддан. Этот хадис является очень слабым. Передает его Ахмад Насай, но его истнадим Мухаммад ибн Зубейр, аль-Ханзали. Он оставленный передатчик. К тому же, относительно истнада этого сообщения есть разногласия. Более подробно, относительно этого, можно посмотреть в книге шейха Албани Аль-Ирва под номером 2587. Говорит шейх Абдурахман имн Хасан, а если человек дал обет сделать что-то нежелательное, как, например, развод, то желательно, относительно него, не выполнять этот обет, но желательно принести искупительные действия. Значит, человек сказал, если так-то случится, то я развожу свою жену. И действительно так случилось. Желательно ему не разводить свою жену, но выполнить искупительные действия. Говорит шейх Мухаммад Хизам, аль-Назар Ахсан. Обеты бывают нескольких видов. Назар Аль-Масия, когда человек дал обет сделать что-то грешное, то есть запретное. Ян-Хакид уатаджиб алияль кафара аля сахих. Относительно этого обета, этот обет является действительным, но его выполнять нельзя, и он должен выполнить искупительные действия. Назар Аль-Мубах ян-Хакид. Если дал человек обет сделать что-то разрешенное, то этот обет является действительным. И человек обязан выполнить его по более правильному мнению. Если человек дал обет, сделать что-то нежелательное, то такой обет является действительным. Но желательно ему не выполнять такой обет, но принести искупительные действия. Четвертый вид обетов. Когда человек дает обет, подчиниться Всевышнему Аллаху, сделать что-то благое, то он обязан выполнить такой обет. И есть еще такой вид обетов, когда человек дает обет, но не называет ничего в этом обете. Как если человек скажет, я даю Аллаху обет. И не говорит, о чем он дает обет. Говорит, фааза, сахаан ибн Аббас, инда ибн Абишейба, нам аннафии, кафарат, ямин. Относительно этого пришлось за северными снадами от Ибн Аббаса у Ибн Абишейбы. То, что такой обет, так как его невозможно выполнить. Почему? Потому что он ничего не назвал. То он должен выполнить искупительное действие. То есть, раз он ничего не делает, дает обет, но не называет ничего, соответственно, не может его выполнить. Значит, должен принести искупительное действие за этот свой обет. И это мнение большинства ученых. Ибдовы использовали хадис Укба ибн Амира у имама муслима. Искупительное действие за обет, такие же, как искупительное действие за клятву. Говорит, а также из видов обетов, это когда человек дает обет, сделать то, что он не может сделать. Например, говорит, я целый год продержу в разу, каждый день подряд. Человек не способен такое сделать. Говорит, например, то есть, если есть такие, которые способны, то хорошо. А мы говорим о человеке, который, допустим, не способен такого сделать. То относительно этого, Ибн Аббас дал также фетву, Раби Иолану, о том, что такой человек должен сделать искупительное действие. Если не может выполнить эту клятву, то должен принести искупительное действие. Фаида говорит, шейх Муабтизам, примечание. Обет, который дается не Всевышним Аллаху, бывает только большим, многобожиим. Потому что это поклонение вместе с развеличиванием. И посредством этой клятвы человек, например, возвеличивает того, кто захоронит в могиле. И посвящает ему определенные виды поклонения. Поэтому обет не бывает малым, многобожиим. Обет бывает только большим, многобожиим. Говорит, шейх Мухаммад ибн Аудулаба, в этой главе мы рассматривали некоторые вопросы. Первый вопрос. Обязанность выполнения обета. Второй вопрос. Если установлено, что обет является поклонением Аллаху, то посвящать его не Аллаху, а является многобожиим. И третий вопрос. То, что если человек дал обет сделать что-то грешное, то он не имеет права выполнять этот обет. Но должен принести искупительное действие. Нам на этом закончилась одиннадцатая глава, которая касается вопросов обета. И в Ишалах относительно нее все понятно. Какие виды бывают, как искупляется клятва или обет, в каком случае необходимо выполнять, в каком случае человек может не выполнять, в каком случае обязан, наоборот, не выполнять, в каком случае обет вообще не является действительным, обет бывает ли большим, многобожиим или малым, многобожиим. Все эти вопросы рассматриваются, Ишалах все они понятны. Продолжение следует...